Привет, уважаемые изучающие английский язык! Этот выпуск номер 4 серии «Английский с полного нуля» посвящен основному правилу чтения английской буковки I. Вы увидите, что она в кратких словах в основном читается как звук, она передает звук A. Итак, друзья, без лишних подисловий переходим к практической части. Alright. Давайте посмотрим сейчас. Вот она, буковка I. I. Как видим, слова состоят из одного слога. Вспомните, если вы смотрели в предыдущие выпуски, закрытый слог. Здесь после нашей согласной финальной нету никаких больше негласных, ничего. Этот слог называется типа слог как бы закрытый. Смотрите, вот буковка I наша, она закрыта. Зажали ее с обеих сторон согласные и никаких больше здесь гвоздей. И в закрытом этом слоге в основном, не всегда, но в основном буковка I читается, она передает звук E. Ну, в принципе, на русский похоже I, но, наверное, больше все-таки на I. Такой резкий E. Окей, друзья, первый проход наш. Смотрим, следим, как я читаю, знакомимся со словами. Окей, поехали. Кит, тим, dip, win, did, fix. Бит, gem, lip, sin, kid, six. Hit, dim, nip, tin, mid, mix. Rib, hid, him, pig, rim, dig. Fib, lid, sit, pit, rip, dip. Bib, did, sip, pin, win, fig. Tin, kid, jig, nip, nix, kit. Gig, head, read, bin, fix, pit. Lit, gym, sit, mix, tit, tip. Окей. Итак, обратите еще раз внимание, она читается ближе к I, и не просто I. Например, какое слово в русском языке? Там, вывод, да? Вывод, I, 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 I. Она более такая I, вжатая во рту I. Смотрите, то есть, конечно, не надо перетруждаться при произношении, но читать ее чисто как I тоже надо. Кит, тим, дип. Ну, как-то так звучит, знаете, немножко, мягко говоря, ну, совсем не по-английски. И, и, и. Потренируйтесь. Окей, читаем за мной теперь. Кит, тим, дип, win, did, fix. Bit, jim, lip, sin, kid, six. Hit, dim, nip, tin, mid, mix. Rib, hid, him, pig, rim, dig. Fib, lid, sit, pit, rip, dip. Bib, did, sip, pin, win, fig. Tin, kid, jig, nip, nix, kit. Gig, gig, hid, rid, bin, fix, pit. Lit, jim, sit, mix, tit, tip. Окей, мы и это сделали. Итак, друзья, теперь старайтесь читать до тех пор, тренироваться сами, пока у вас не получится читать, так как я это делаю в первом упражнении. Ну, приблизительно. Легко и, как англичане говорят, fluent, fluently, текуще, так, да, как водичка чечет, так вы читаете эти слова. Одно слово перетекает в другое, то есть не обязательно их с диким отрывом тут читать и делать между ними большие паузы. Окей, друзья, на этом мы наше практическое упражнение заканчиваем. Окей, друзья, мы познакомились с одним из основных правил чтения английской буквы I, то есть со звуком A. На этом наш выпуск номер 4 торжественно объявляется законченным. В следующем выпуске мы с вами познакомимся с буквой U и основным ее, как бы, случаем, вариантом чтения в коротких, кратких словах. Окей, красивого вам английского. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok